Люди, с которыми нам удалось пообщаться, говорили нам о том, что из Киева они уже не ждут никакой помощи, что они только из Москвы и выражали благодарность и российскому народу, и российскому руководству за то, что помощь они эту получают. Я предлагаю послушать, что нам рассказали сами севастопольцы. Очень правильно говорит он. Он вспоминает историю, он вспоминает наше прошлое. В прошлое, когда я родился, я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он все-таки поддержал Крым, поддержал Севастополь и наше будущее. Спасибо им большое. Мы бывшие военные, мы служили на Дальнем Востоке. Путин это наш президент. Мы будем в России окончательно и бесповоротно. Историческая справедливость восстановилась. Понимаете, это вот просто я не знаю как. Мы так счастливы, вы не представляете. Я скажу, правда, это победа. Это наша лучшая победа. Мы вернулись домой. Домой вы хотели. Слава Богу, все рады, счастливы. Просто радость переполняет. Сегодня на площадь люди пришли с российскими триколорами, андреевскими плагами, триколорами Севастополя. А где у них у всех были триколоргиевские паренточки. Вы знаете, наша сегодняшняя группа работала на рейтинге с 16 марта. Тогда, я помню, 95,6% избирателей в Севастополе проголосовали за рождение города в состав Российской Федерации. И о том, какие сегодня настроения в городе, где-то не стоит говорить. Давайте посмотрим, что я уже самих Севастопольцев, с какими чувствами они сегодня слушали послания президента, с какими чувствами они сегодня гуляют по своему родному городу. Это выступает наш президент. Президент нашей страны. Мы очень счастливы, что мы наконец оказались в единой России. Гордость, радость, счастье, ликование. И как мы все говорим, этот день мы приближали как могли. Вот других слов просто нет. Спасибо России, что наконец-таки она нас вспомнила. Наконец-таки нас забирает домой. И мы перестанем жить, простите за мои слова, на оккупированной территории. Иначе как оккупированной территории мы не называли ни Севастополь, ни Крым. Ура, ура, ура. Теперь я могу спать спокойно, зная, что мой ребенок в безопасности, что моя семья в безопасности, что люди все окружающие в безопасности. У нас одна история, для нас это очень важно, правда. Мы выросли с гордостью о том, что наши деды воевали. Для нас, для меня это лично самое главное, что история наша сохранится. Что это отметить, что сами севастопольцы сегодняшний день, иначе как историческим днем, не называют. А вложение Севастополя в состав Российской Федерации они называют возвращением домой и очередной победой своего города, Эмилия. Спасибо, спасибо, Артем. Мы сказали, из-за вас все сказали. Из Севастополя на прямой связи был наш корреспондент Артем Потемин. Ну а сейчас в Симферополь я передаю слово Артему Кулу. Артем, здравствуйте. Артем, здравствуйте.